Приветствую всех на канале Вкусняшки! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный пирог. Мы будем делать пирог с курицей и картошкой. Тесто в этом пироге очень простое, нежное и вкусное. Это бездрожжевое тесто и нам понадобится кефир, растопленное сливочное масло, сода, соль и мука. Берем 1 стакан кефира 250 мл комнатной температуры. Добавляем пол чайной ложки соды и перемешиваем. 100 мл растопленного и охлажденного сливочного масла. Все перемешиваем. Неполная чайная ложка соли я смешиваю с мукой. У меня 480 г муки. Это почти 4 стакана муки. В 3 приема добавляю муку, перемешиваю и замешиваю тесто. Добавляю и уже буду вымешивать рукой. То есть у нас должно быть такое, получится эластичное, упругое тесто. Муки мне хватает. Окончательно я буду вымешивать на столе. Вот такое мягкое, эластичное, очень приятное тесто получается. У меня ушло 450 г. То есть это где-то 3,5 стакана муки. Теперь я кладу в пакет тесто и отправляю в холодильник минимум на полчаса. Полчаса-час. Для начинки мне понадобится 400 г куриного мяса. Я взяла филе и бедрышки, бедрышки такие более сочные, мякоть бедрышек. 150 г лука и 400 г картофеля. Я все буду нарезать на такие маленькие-маленькие кубики. Так оно мне как-то вкуснее получается. И картошку, и лук, и мясо. Все на маленькие-маленькие кубики. Все порезали, все смешали. Осталось посолить. Солим по вкусу. У меня где-то неполная чайная ложка соли. Тоже неполная чайная ложка сухого молотого чеснока. И я добавляю еще смесь перцев. Где-то пол чайной ложечки. Можно еще добавить кориандр. Можно немножко тимьяна, кто любит. Все перемешиваем, и наша начинка будет готова. Выпекать я буду в такой алюминиевой форме. И саму форму я еще на низ постелю пергаментную бумагу. Тесто у меня было 800 грамм. И я 500 грамм это на низ. У меня пойдет где-то так, что процентов 60 на низ, на нижний корж. И остальная часть на верхний корж. Раскатывать я буду нижний корж на пергаменте. Ну, чтобы понимать просто, какой размер у меня будет нижнего коржа. Муку я не подсыпаю, потому что это тесто, оно такое очень приятное. Нелипкое, хорошо раскатывается. Подсыпать муку тут не нужно. Раскатанный пласт теста я вместе с пергаментом переношу в формочку. Укладываю. Если нужно, чуть-чуть подтягиваю бортики. Переносим и выравниваем начинку. Так как курочка у нас не жирное мясо, то я еще кусочки сливочного масла вот так вот нарежу и сверху выложу на начинку. Верхний пласт теста я раскатываю просто на столе, без пергамента. Ну, такой размерчик, чтобы накрыть начинку. Верхний пласт теста переносим сюда. Края залепим. И такие сформируем красивые краешки. Сверху смазываем желтком. Сделаем еще надрезики, чтобы выходил пар. И поставим выпекаться. Делаем надрезики, чтобы пар у нас выходил. Выпекаю я при температуре 180 градусов, где-то 55 минут. Все, ставим в духовку. Прошло 55 минут. О, какой красавец у нас получился. Все, достаем, наш пирог готов. Пирог ароматный, горячий, вкусный. Но мы, конечно, дадим ему время остыть, потому что тогда впитаются все соки. Поэтому я накрываю пирог полотенцем. И где-то на полчаса оставляю его в таком положении. Поскольку пирог очень вкусный, то я готовила его вчера тоже. Вот так этот пирог выглядит на разрезе. И, в принципе, это все, что осталось от вчерашнего пирога. Так что готовьте и получайте удовольствие от результата.